скринкасты доброй ночи с вами снова скринкасты это шармет александр из команды единое видео вконтакте мы продолжаем тему пакетного менеджера конан пойдем дальше версия номер три что могло пойти не так в моей практике когда берешь свободную библиотеку в ней всегда есть ошибки мы конечно стараемся контрибьютить выкладывать тот код который мы исправили но непонятно когда его примут непонятно когда исправят когда его исправит какой-то другой библиотеке что-то отвалится мы не готовы ждать нам хочется решить эту проблему здесь сейчас соответственно возможно для одного компилятора все хорошо а для другого компилятора не все хорошо он не собирается не хватает кода заголовка или другой мелочи соответственно давайте мы вернемся к нашему коду посмотрим на котронем у меня есть дефолтный конструктор я хочу чтобы он не существовал естественно я могу написать здесь ключевое слово delete и я хочу чтобы у меня библиотека собиралась именно таким способом чтобы здесь был delete и как я могу это сделать во первых давайте сходим в исходник деблиотеке скачаны называется у нас easyquaternion значит и посмотрим что изменилось и видим что у нас есть некоторый div то есть мы убрали строчку default добавили строчку delete собственно мы перенаправим это в какой-нибудь сам файл точка патч и после этого при необходимости мы можем использовать команду патч и на исходный файл налепить ту самую заплатку которую мы только что сделали мы ее уже подготовили вот она у нас здесь в том самом виде в котором предполагалось и мы исправляем наш conon файл .py с тем чтобы на этапе скачивания файлов точно также заплатку наложить но у нас с вами уже две версии и возможно для разных версий нужно использовать разные заплатки поэтому давайте посмотрим еще на файл .yaml и мы увидим что здесь патч это набор некоторых имен но в версии 2.0 заплаток нет и так conon create quaternion 1.0 так как мы хотим посмотреть на версию заплаткой и название собственно скачали и .yaml и собрали вернемся к нашему тесту вернем версию 1.0 пересоберемся make .x и мы видим что произошла ошибка действительно такого конструктора больше нет мы его только что удалили этот патч прекрасно работает в данном случае мы конечно ломали но я предполагаю что вы будете чинить и переходим к нашей последней версии версии 4 нас с вами нужно обсудить последний момент который у нас есть это опции и те самые настройки которые есть опции позволяет вам собирать библиотеку зависимости от каких-то или ваш файл или что еще в зависимости от собственно тех самых опций здесь представлена опция shared то есть вы можете придумать свою как которые вам нужны это на ваше усмотрение набор параметров итак у нас shared это булевская опция она принимает true false по умолчанию на true и собственно во время билла мы можем добавить случае если она у нас true соответственно необходимую опцию для семейка то есть собирать динамическую библиотеку или собирая статическую библиотеку и в этот раз мы с вами сходим все-таки и посмотрим что такое профиля про который я упоминал ранее итак у нас есть с вами скрытая директория профайл и тот самый дефолтный профиль дефолтный сгенерировался сам мы можем его дописать или создать новый итак давайте скопируем профиль дефолт назовем его mac и будем его исправлять нам не хватает опции shared мы ее добавим собственно вытранен имя класса который мы собираемся использовать опция shared ну и значение будем использовать false по умолчанию там true хотим выбрать другую снова хотим статическую библиотеку проверим что у нас профиль собирается он он create . который не он 1.0 я думаю уже запомнили и в этот раз нужно добавить профиль который мы собираемся использовать собственно набор настроек который заранее запланируем то есть как видите в данном профиле мы с вами можем указать операционную систему архитектуру билд компилятор версию компилятора и много что еще то есть те самые настройки которые применяются и те самые настройки которые у нас были указаны в konon файле итак профиль мы выбираем сейчас с вами mac давайте его запустим все отработал тот самый а файл с той самой версии 1.0 можно посмотреть список профилей через команду profile list вот они у нас есть и пришло время поделиться нашим изобретением с миром konon предлагает несколько вариантов серверов мы будем использовать самый простой кажется поднять сервер это сложно в данном случае это элементарно konon сервер и смотрите мы с вами уже подняли сервер он нам рассказывает где он находится что с ним делать но есть маленькая проблема с ним нам нужно все таки его отконфигурирует он прям говорит даже кричит где он где это нужно делать давайте сходим и поправим его много строчек много строчек собственно что нас интересует нас интересует пользователь под которым будем заходить ну пароль демо и логин демо нас интересует права которые будут этого пользователя для read у нас есть все для write у нас нет ничего ну давайте исправим эту оплошность мы хотим все таки положить на этот сервер наш новый файл и перезапустим сервер вуаля у нас все получилось теперь мы хотим иметь возможность загружать на этот сервер или скачивать с него для этого нам потребуется исполнить еще одну команду заранее скопируем адрес на который будем ходить давайте добавим наш сервер чтобы мы могли с него скачивать добавлять туда пакета Conan remote add название сервера local где мы его будем слушать и наличие или отсутствие ssl ну пока ssl нет давайте remote false что произошло в нашей скрытой директории есть файлик remote json и мы его только что дописали итак теперь когда мы будем делать Conan install он будет искать пакета не только в общем сервере но и в нашем и мы точно так же можем туда их загрузить давайте это и сделаем Conan upload quaternion да я хочу загрузить но куда я хочу загрузить его я хочу загрузить его в Conan center вряд ли давайте загрузим его все таки в наш remote в local вот теперь правильно да я точно уверен что захочу загрузить именно его собственно я загрузил оба рецепта теперь у меня есть и да юзер у меня будет demo и пароль у меня будет demo да оба обе инструкции загружены все теперь я могу начать их использовать но есть маленькая проблема я загрузил сейчас только рецепты если я хочу использовать их как есть мне придется их собирать я не буду это сейчас демонстрировать то есть соответственно я могу использовать команду Conan install указать допустим нужный пакет quaternion и если под этот рецепт вдруг не нашлось даже на том же самом Nexus или где-то еще нужного вам пакета под вашу архитектуру под какой-то компилятор вы можете указать опцию минус минус build missing на свой страх и риск вы запустите это и начнется тот самый процесс установки сборки вашего пакета с нуля если ваш компилятор это проглотит и поддерживает то вы создадите новый пакет после этого вы можете точно так же через коноплод поделиться с миром но в нашем случае мы с вами давайте сразу заранее выдадим на наш сервер тот самый пакет который мы будем использовать предположим что это нам будет наша версия 1.0 давайте сходим и заберем название пакета вот это страшное название тут наш хэш который нам нужен значит давайте загрузим наш квадрнеон на локальный сервер то есть тот самый пакет который мы хотели получить минус r локал и теперь наш пакет загружен осталась самая малость давайте проверим что это работает мы сходим с вами и удалим все что мы с вами только что создавали Conan в папку data и безжалостно удаляем все что тут есть ну что теперь мы должны работать из сервера мы должны с нашего же сервера все скачать все положить и использовать собственно нам осталось проверить давайте запустим и сходим в нашу директорию data как видите квадрнеон здесь снова появился то есть что случилось теперь с нашего сервера он скачал рецепт скачал бинарь и все готово таким образом если вы поднимете сервер на какой-то общей платформе для всех ваши товарищи смогут точно так же одной строкой забрать уже собранные за вас файлы на этом все я сегодня вам рассказал про такой классный инструмент как Conan который позволяет создавать библиотеки и делиться ими с вашими товарищами по работе на платформе Conan.io очень много готовых пакетов на самом деле в большинстве случаев вы просто найдете все необходимое там и одной строчкой в Conan и тремя строчками в CMakeFind вы сможете найти и подключить практически любую библиотеку из самых популярных которые сейчас можете представить если вы найдете что-то экзотичное то вы знаете как этим пользоваться возможно вы используете версию номер один или два из наших представленных рецептов возможно вам придется поделиться с друзьями это были скринкасты меня зовут Шарамет Александр я работаю в контакте в команде еди на видео мы делаем звонки сейчас поддерживается одновременный звонок на 2000 человек скоро будет больше присоединяйтесь к нам подписывайтесь ставьте лайки всего вам мрачного